привет привет ну как дела наверное да наверное так можно начать диалог вы откуда я из москвы а вы откуда я из калифорнии отличное соединение для калифорнии почему это отличное соединение для москвы наверное пока еще у вас она есть понял понял значит в таком в таком русле диалог не ну подождите интернет вы так говорите как будто это московское изобретение интернет а не американское блин нет нет американское это американское изобретение в сорок шестом году по заказу пентагона для того чтобы обеспечивать засекреченную линию для своих войск совершенно верно поэтому конечно конечно да это всем известный факт ну вот так почему же вас удивляет то что с америка и вас должно удивлять то что я понял вы из самой москвы да 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 напротив мгу а серьезно да тут прямо вот через окно из другого окна москва в сити ну вот прикольно прикольно слушайте ну чё у вас там это самое цены заметно выросли или пока но процентов двадцать пять-тридцать но еще вырастут где-то на процентов 60 70 я думаю но это вы говорите сейчас про продукты питания нет на все все но все логистические но все же цепочки поставок были нарушены основные соответственно все все и плюс курсовая разница соответственно все все индексация всей продукции которые есть на складах она произошла но происходит каждый день и поэтому цены сразу ощутимо выросли вот и ну и дальше просто чтобы они снижались нужно перестраивать все логистические цепочки потому что каждый дистрибьютор сейчас поднимает цены потому что он не знает откуда им брать товар поэтому он покрывает свои риски будущего и будущие закупки путем повышения цен естественно потому что то что он сейчас получит в рублях он да 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 что завтра еще в два раза сейчас когда откроют московскую биржу ожидается что там не откроют вы думаете вообще не откроют нет нет конечно же откроют но сейчас объявили то что еще неделю и не будут открывать я думаю что ее будут держать примерно до каких-то каких-то жестких договоренностей на бумаге уже по украине то есть до этого момента когда будут именно какие-то письменная документация чтобы биржа могла стабилизироваться они рухнула сразу а вы думаете будет какая-то письменная документация но любая война заканчивается миром и подписание мирного договора любая любая война заканчивается чьей-то победы и чем-то поражение но по-любому а значит мирным договором поэтому не скажите не скажите между россией и японии например до сих пор нет мирного договора если вы в курсе да у нас до сих пор и объявлена война между россиями поэтому любая война заканчивается мирным договором совершенно верно то есть она еще тогда не закончилась можно сказать хотя де-факто она давно закончилась поэтому не любая война заканчивается мирным договором как видеть речь не об этом это такое казуистические такие смогут но не это неказуист вот это не казуистик а это было неказуист книг нет нет это казуистика потому что как вы не ответите все равно не правильный будет ответ знаете название за это такое казуисттику вообще нет конечно это у шаги это просто просто как да люди говорят о том о чем не имеет никакого нет нет не правда смотрите вы вы наверно вы Вы, наверное, путаете. Вы, наверное, путаете со схоластикой, с софистикой. Вы можете мне рассказать разницу между софистикой, схоластикой и казуистикой? Холастикой не знаю. С холастикой, схоластикой. Не-не-не, не знаю. Тут просто звук, наверное, чуть-чуть проелся. Не знаю. Нет, я так не отвечу. Ну, хорошо, ладно, ладно, все. Давайте забудем это. Я не пришел сюда, вот эти философские разговоры, это никому не интересно. Диспуты. Диспуты. Да, да. Смотрите, мне больше интересно, вот расскажите мне, вот вы как москвич, вы в какой профессии работаете, если это не секрет, конечно? Не секрет. Я работаю в предпринимательстве и делаю проекты в IT-сфере. До этого, до 24 февраля, я работал с англоязычным рынком. То есть вы айтишник? Я предприниматель, у меня есть проекты, которые работали в IT-сфере. То есть у меня была компания, которая занималась IT-разработкой для европейских компаний. Ну и для... А, ну я понял, я понял. А сейчас что, все? Это закончилось у вас, она, эта компания? Вы говорите, была. Была, да. А, потому что сейчас пришлось ее полностью передислоцировать в другой регион, всю команду перевозить в другой регион, в другой... Ну там, где не отключили сервисы, поэтому, да, сейчас в плане переезда. Это в какой другой регион? Ха, не поверите, в ЮАР. То есть вы хотите сказать, что... А откуда вы перевезли этих людей в ЮАР? Москва. То есть люди, люди из Москвы снялись и поехали в ЮАР? Угу. Что-то звучит слишком фантастично. Не понимаю вопрос. Точнее, не вопрос, а ответа, почему фантастично. Ну то есть 17 дней назад, 18 дней назад у вас компания еще была в Москве и за 18 дней вы им организовали, что они уже в ЮАР сейчас? Ну, они сейчас едут в ЮАР. То есть кто-то уже переехал, кто-то еще едет через там Турцию, кто-то едет, кто-то через Дубай. А вы были в ЮАР? Я? Нет. Не был. А почему так? Так вы хозяин этой компании? Да. Ага, вы хозяин компании, не были ни разу в ЮАР, и ваших работников вы перемещаете в ЮАР, даже понять не имея, где это и как, и так далее. Что-то не сходится, вы знаете. Да, потому что мой партнер был в ЮАР, он наполовину афро-африканец, и он был в ЮАР, и он оттуда, и поэтому он предложил ЮАР, и я согласился. вот. А, ну так вы, значит, не хозяин, а вы совладелец компании. Да, но я являюсь генеральным директором этой компании. Так а вы тоже в ЮАР собираетесь, получается? Пока нет, пока я наблюдаю, у меня есть обязательства здесь, потому что есть российский регион, где компания тоже функционирует, и пока я представляю здесь. у вас большая компания? Большая в каком смысле? Ну, количество людей? Ну, нет, если честно, 15 человек основной штат костяк, и где-то 123- 115 варьируются, это люди на аутсорсе. Ну, это очень большая компания, с учетом того, что это айтишники все, это очень большая компания. Да, но есть разные айтишники, есть разные уровни, есть си-левел, есть джуниоры, есть мидл-левел. Вне зависимости от этого. И что, ваши все основные силы улетели в ЮАР, 15 человек? Да, потому что основной регион сбыта, где мы работаем, это как раз таки является Европа и Америка. А почему же в ЮАР, я не понимаю, почему, например, не в Польшу куда-нибудь, или в Болгарию, например? Почему? В Болгарии плохой интернет, в Польше сильная... В Болгарии плохой интернет? Да, в Болгарии плохой интернет и плохая инфраструктура, в Болгарии плохая местная коммуникация. Что такое плохая местная коммуникация? Как это понять? Плохо организованная инфраструктура, плохие дата-центры. Инфраструктура чего инфраструктура? Инфраструктура жизни. В смысле магазины, дороги? Нет, в смысле обеспечения сотрудникам того уровня жизни, которое они хотят. Вот, и, собственно говоря, вот это просто плохая страна. Ну, не в смысле страна, а плохая в качестве запросов у людей. Им был предоставлен вариант, что было голосование это несколько стран, в том числе и Польша, и Прибалтика. Прибалтика отличная, но, в общем, да, было ряд стран, и, собственно говоря, одна из них была ЮАР. И что, и ваши люди, 15 человек вместе с семьями, блин, в течение двух недель улетели в ЮАР или перемещаются сейчас туда. Семьями, с детьми, там, из школ всех позабирали, жены все побросали нахрен. И в ЮАР. Не побросали, нет, не побросали, а, ну, подождите, у компании есть юристы, которые обеспечили генеральные доверенности, которые подготовили все нормативные документы, которые обеспечили безопасный переезд с точки зрения юридической составляющей, поэтому... Генеральные доверенности на что вы имеете? На имущество в смысле? Ну, конечно, конечно. Нет, это понятно, я имею в виду, что, ну, это же целое дело большое. Или вы такие прям гибкие, что аж прям это самое. Так посольство быстро, блин, не... Ну, время такое. Нужно быть гибким или... Не могут организовать переезд, как вы. слушайте, ну, посольству нужно уничтожать документы, а нам нет. Слушай, сколько у вас получают люди вот в среднем? Ваши, те, которые в ЮАР поехали? Я не могу ответить на этот вопрос. Я могу сказать... Тысячу долларов, пять тысяч долларов или десять тысяч долларов в месяц? Ну, от... от... от крайней суммы, которую вы сказали. Крайняя, это какая? Тут две крайние суммы. Одна тысяча, вторая... Вторая десять тысяч, да. Вторая была пять. Да, так две из них... Две по краям стоят. Одна тысяча и десять. Так от... В каком... От крайней, от крайней явно высшего уровня, который вы сказали. От десяти. От десяти тысяч и выше? Да, конечно, конечно. Конечно. Ну, понятно. Вот вы фантазер, блин, Сидит, вешает мне лапшу, блин. Ой, блин, ну, капец. Ну, для чего врать так, а? Я не очень понимаю. Блин, ну, такое брехло, блин, сидит. Сидит брехло и говорит, что у него от десяти тысяч получают люди, и он их направил в ЮАР, блин. Айтишники. В Америке люди, не все получают десять тысяч айтишники, блин. А в Москве сидели, получали по десять тысяч, и сейчас в ЮАР отправились по десять тысяч. кто такие дата сайенс? Вот брехло. Скажи мне твою компанию, как она называется, сейчас я загуглю, давай. То есть, ну, раз мы перешли на ты, да, давай, как твоя компания называется? То есть, сначала, сначала ты мне говоришь, что я брехло, меня брехло, блин. тысяч. Если бы ты даже сказал от пяти до десяти, я бы тебе не поверил. Если бы ты сказал от одной до пяти, вот это вот, я бы тебе еще поверил, ты знаешь. А у него от десяти они, оказывается, получают. Блин. Для чего ты время? Ты знаешь, кто такие дата сайенс? я знаю. Я преподавал в силиконовой долине. Я преподавал в компьютерном институте. Дата сайенс и левел, ты знаешь? Я преподавал. В компьютерном институте в силиконовой долине еще в двухтысячные годы. Что такое компьютерный институт? Что, ты PHD зачтил или что? О чем ты говоришь? Что? Что? Ну, где ты? В каком преподавал? Какие кафедры у тебя? У тебя какая кафедра, ты говоришь? Я преподавал тестирование, включая автоматизированное. Ну, это хорошо. А B-тестирование ты преподавал? Или что? Ты тестировщик? Обычное тестирование? Я преподавал тестирование. Как это обычное? А какое? Есть необычное? Подожди, подожди, ты тестировщик. Подожди, ты преподавал тестирование. Я готовил программных аналитиков. Я готовил программных аналитиков. Ну, каких программах? Хорошо, как называется твоя компания? Давай, давай, нет, давай мы начнем с названия твоей компании. я тебе все подробненько расскажу. Давай. Ты не можешь мне уже ответить. Я не собираюсь тебе отвечать. не собираюсь, я понял. Ну, это обычное российское брехло, вы поняли, да? Обычное российское брехло, блин, фантазер, блин, ну, хоть бы немножко изучил их зарплаты, их же, которые в Москве. Я прекрасно знаю, как люди на аутсорсингах работают со всех компаний мира, блин, и сколько айтишники получают даже самые супер-пупер в России, блин. Он сидит брехло, блин, капец. И не стыдно, главное, слушай, а главное, для чего? То, что ты хотел сказать. Для чего? То есть, ты решил себе нагнать какой-то крутой чел, блин. У меня компания, 100 человек там, 15 человек. Ты в айти, да? Что? Ты в айти, да? Нет, нет, я давно в финансах, это в 2000-е годы было. В начале 2000-х. Смотри, я тебе скажу... Я ушел из айти в 2001-м году. Слышишь, я скажу область, в которой я работаю. Согласен? Ты мне скажи название твоей компании, я проверю, как твои 15 человек. Я скажу область, в юар, в юар сейчас располагаю. Ну, давай, говори, какая область. НЛП, Abstractive Summarization. И что? И что? И что? И что? Как называется твоя компания, скажи мне? OpenAI, знаешь? Как называется? Знаю, знаю. Как называется твоя компания? GPT-3, знаешь, что такое? Как называется твоя компания? Давай я сейчас прямо проверю на интернете. Я тебе не отвечу. ты не ответишь? Ну, понятно. Ты меня называешь брехло. Ну, естественно, брехло, ну, конечно. Ну, в общем, вы видели, да? Я, кстати, выставлю этот ролик на интернет, чтобы над тобой поржали люди. Ну, отлично. Вот. Может, твои знакомые видят, какой-то брехло сидит, блин, фантазер, блин. Я в ЮАР, 15 человек, они у меня от 10 тысяч получают, я их отправил. И еще 100 с чем-то у меня работают на аутсорсинге, блин. 125, 123-115 в зависимости от загрузки. Что 125? На аутсорсе. Ну, ты просто неправильно сказал, я тебя поправил. Что 125? Чего 125? Человек. Да какая райса, господи, больше 100 человек, ты сказал. Ну, брехло, короче, понятно. Все, давай брехло, пока, пока. Ну, капец, блин. Вот, я даже не знаю этот ролик, о чем говорит. Ну, брехло, блин, он в ЮАР перебрасывает свои компании, которые он боится назвать. Естественно, у него нет никакой компании. Перебрасывает свои компании, блин, которые получают от 10 тысяч в Москве. Айтишники, самые супер-пупер айтишники в Москве, получают несколько тысяч долларов. Да, я согласен. Если 5, это уже там уже супер, потому что можно найти просто гениальных людей за эти деньги. А у него прям вся команда от 10 тысяч, и он их причем перевозит в ЮАР, то есть, денежек хватает на все, блин. Капец, ну, брехло. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова